всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодняшний влог хочу начать с утра завтрака у меня кофе и кофе как обычно с сахаром и с молоком и вот такой тортик который я приготовила накануне он готовится без выпечки из печенья я приготовила его из печенья мария выложила форму предварительно ее покрыла пленочкой чтобы удобно было потом доставать выложила печенье печенье я смочила в кофе я смочила не в сладком можно в чае смочить как как вам нравится больше и крем это творог обычный какой самый простой у меня до пискаревский сметана сахар туда добавила и добавила немножко какао думала что придаст такой цвет но цвет не придало то есть каждый слой печенья я заливала вот таким кремом можно добавить туда ванилин для вкуса но у меня ванилина не было поэтому творог сметана сахар и все это хорошенечко перемешиваете можно блендером взбить и вот выкладывается каждый слой печеньки смачиваются и ставим в холодильник но печенье марии должно пропитаться у меня стояла ночь и вот предыдущий день я сделала днем то есть у меня простояло но часов больше чем даже чем 12 часов честно так я не засекла получается очень очень вкусный торт вечером я его вытащила из формы и чтобы украсить его красиво да то есть уже вот этот крем застыл он получается таким жидким сметану мне 15 процент на и вот так вот мы украсили у меня было такое шоколадное печенье я его ступочкой так размолола и сверху выложила ягоды малины и земляники это из моего сада ну плюс еще тут мне мальчики помогали еще сверху насыпали такие штучки для украшения тортов у меня есть такие вот как конфетки мои называют их вот такой тортик мне получилось правда тарелочки форме рыбы но это единственная тарелочка которая подошла и не сильно громоздкая тортик получается очень вкусный это даже скорее не тортик а такой творожный десерт на мой взгляд моим всем понравилось вот такие вот я добавила цветные жемчужинки они меня уже тут заканчиваются давно на самом деле у меня уже но вот этот периодически использую для украшений вот точнее мои мальчики используют они им очень нравятся вот понравилось данный десерт но я бы назвала это все-таки десертом понравилось абсолютно всем моим домашним печенье вот это пропиталась вообще отлично она мягкая чаще я в интернете видела что делают сразу из песочного печенья но у меня было только печенье мария поэтому я сделала из него следующий раз попробую из обычного песочного печенья сделать вот кстати мои дети не едят творог не любят молочку но вот в таком виде то есть он получается не температурой не обработан то есть отличный такой десерт на утро очень вкусный и на мой взгляд ну не брать если печенье то полезный да вот печенье мария она же такое достаточно диетическое считается вот так что обязательно сделаю еще потому что моим очень понравилось вот так вот он выглядит скажем так в разрезанном виде и это действительно девочки но очень вкусный он не сладкий то есть если меньше добавить сахара именно в сам творог вы можете как бы регулировать как вы любите послаще или нет но получилось действительно очень вкусный в разрезе реально тортик как будто коржи спекла да вот выложить можно кстати это все форме цветочка но я положила форму потому что хотела потом сверху красть можно не украшать можно есть просто так но мне кажется со свежими ягодами так вообще очень аппетитного выглядит если вы еще не пробовали так сделать обязательно девочки сделайте можно же маленькую порцию сделать да можно большую зависит от того сколько у вас есть печенье творога у меня ушло где-то почти целая пачка так что вот такой вот у меня сегодня завтрак девочки сейчас все ко мне приехал курьер привез курьер сломоды я сделала тут пару покупок и хочу поделиться с вами во первых я заказала своим деткам старшему и младшему сыночку кроссовки как вы уже поняли младшему он у меня очень любит вот эту тематику как человека паука все что с ним связано да плюс еще вот эти кроссовки вы посмотрите но просто грех было не взять правильно то есть они при ходьбе светится не знаю насколько долго проработают эти лампочки но ему просто безумно понравились вот такие вот колоснючие кроссовки которые идут с анатомической стилькой и хлопковой подкладкой у меня у сыночка вот мы взяли 29 размер они идут размер в размер мы сейчас как раз но может быть у меня 28 с половинкой у него знаете то есть немножко здесь есть расстояние очень классные симпатичные кроссовки ему очень понравились тоже на скидках все взяла естественно и прям довольно очень заказом как обычно и и вот такие вот кроссовки кеды оля до взяла старшему сыночку но я брала несколько вариантов он выбрал именно вот эти одним очень понравились у меня сына уже 38 размер кошмар но не совсем 38 у него точно 37 с половиной потому что они мы чуть-чуть великоваты но очень понравились очень удобно и он сказал плюс здесь не надо шнуровать что для него тоже огромный плюс а вот такие липучки и вот эти вот соответственно да они как резиночки на этих кроссовочках тоже самое так что вот такие вот обновочки у меня у деток у меня младше уже ходила вот в этих кроссовках старше оставилась для школы вот так что уже бегала во все ему безумно нравится а своему мужу я взяла вот такие вот это тапочки они из натуральной кожи вот эта часть сделана он меня в такой обуви ходит дома он не любит у меня вот такую теплую обувь всякую вот в таких шлепках он ходит максимум что может сделать это из носочек вот у него 44 я так поняла что это карри из магазина карри возможно окей 44 размер материала верха теряю подкладки искусственной кожи ну в общем подкладка правда не знают это наверное имеется ввиду в общем неважно может быть наверное комбинированная наверно вот эта полоска больше на кожу похожему что это кожзам очень важно очень классные понравились там были отзывы что это на узкую ногу довестились покупайте в интернет магазина карри точка ком вот я взяла на ла моде тоже была на них скидочка классные тапочки вот и там было написано что на узкую ногу но я не сказал бы моему мужу не узкая нога вот и ему очень хорошо они сели вот так что такие вот домашние тапочки а для себя у меня было две покупки и обе они со скидкой в 70 процентов во первых я себе взяла вот такую кофточку камера и и придает неправильно камера передает ее темнее на самом деле такой молочно-бежевый цвет такой ближе такой молочный в общем цвет там были комментарии что он выглядит каким-то серым грязным нет ну это реально такой вот бежевый цвет очень классная кофточка это стопроцентный полиэстер но мне на самом деле было все равно я так поняла что это майнден турция вот эта марки я адель да правильно называется или как-то может быть по-другому я уже брала неоднократно вещи мне очень нравится не по качеству я увидела эту кофточку вначале мне была скидка что-то 40 процентов что-то такое она стоила 3 700 чем-то я купила за 1100 но я цены все вам буду подписывать вот и она мне безумно понравилось я брала в двух размерах с и м в итоге я взяла м потому что мне нравится что она м к сидит более свободно и более как такой джемпер что ли нежели как такая кофточка идет вот такая такой здесь бантик вот этот бантик можно отпороть но она очень мягенькая пушистенькая мне кажется вот осенью зимой зимой может быть холода не особо но в нашу питерскую зиму будет вообще отлично мягенькая классная кофточка я покажу как она смотрится на мне и вот девочки моя прелесть вы посмотрите какой она хорошенькая миленькая боже я везет восторга мне очень понравилась эта сумочка я заприметила ее еще когда заприметила синюю курточку которую я себе купила вот буквально не знаю когда мне кажется в июне или в июле что-то такое такую осеннюю куртку я тогда к той осенней куртки все думал что я тогда все думал что мне нужна такая сумочка небольшая не маленькая что-то типа с шопера эта сумка из натуральной кожи вот так вот называется марка я не знаю на самом деле что это за марка это производство россия но мне на самом деле в данном случае мне вообще все равно мне просто понравилась эта сумочка вот здесь вот натуральная кожа там в отзывах было написано что она чем-то сильно пахнет она пахнет кожей то есть вот как покупаете когда такое кожаные изделия вот она имеет такой запах да вот она также здесь и пахнет очень классные девочки сумочка в ручке они вот так вот делаются да то есть николом стоят скажем так есть еще вот такой длинный ремешок но я не знаю буду уж пользоваться я вот этим длинным ремешком или нет вот и внутри у нее идет вот такое наполнение то есть маленький кармашек кармашек на молнии подкладка здесь такая тоже достаточно добротная и подкладка такая бордового цвета и еще здесь идет вот здесь кармашек и вот здесь кармашек и еще вот здесь вот кармашек девочки как мне нравится эта сумка просто 10 кармашек на молнии здесь тоже молния эта сумка вы знаете вот она просто как для меня сделано вот просто она просто потрясающе мне очень нравится и такой насыщенный красный цвет она мягенькая при этом держит форму то есть такая видите ну просто безумно классная сумочка я с примере вам вместе с кофточкой и покажу вам вот девочки до кофточка мне она так нравится вообще размер с он такой более по фигуре и он мне кажется немножко покороче было чем вот это mk то есть вот мне понравилось что она сидит именно вот так вот как бы свободно очень классно даже рукава так по свободненько и вот этот бантик мне кажется это очень мало там просто он такой милый он пришит не пришиты только вот эти сами вот эти вот бантик он пришит вот так вот в общем очень классно она теплая мягенькая девочки вообще кофточка просто потрясающим и с юбкой можно и с брюками я сейчас вот такие вельветовые это от манго делать свои коричневые брючки вот но мне очень нравится класс классная кофточка мне очень вообще я безумно безумно рада что я взяла и она такая мягенькая классно и вот сумочка девочки как она мне нравится боже мой очень довольна этой покупкой вообще безумно просто то есть ее можно и в руках носить да и соответственно вот так вот она на плечо очень девочки классно вообще я восторг их цвет такой красный я люблю так у меня много с чем он может сочетаться и можно кто и по делам и магазинчик сбегать и все остальное очень нравится я прям вообще безумно довольны девочки как не знаю кто но сумочка очень классно вообще она мягенькая при этом держит форму можно ее прям набить и вот по размеру для меня лично это прямо то что нужно хотя вы знаете вот разница между такой сумкой и сумка из кожзама в том что кожаные сумки имеют все-таки вес и вот я хотела ещё большую сумку шоппер себе купить но вот сумку шоппер я скорее всего думаю что я возьму из сну из кожзама или ну то есть не кожаную не из натуральной кожи потому что натуральная кожа она все таки я не знаю может быть я одна такой заметила но вот есть такая история что из натуральной кожи сумки они немного имеют вес напишите вы тоже такое заметили или одна я вот ну как-то тяжелое не хочется таскать но теперь самым самым это для меня у нас сейчас распогодилась питере погода мне Ну, прям даже жарковато. Не знаю, как-то волосы красиво уложить. Эти, юбочку к этой кофточке какую-то одеть. Не будет вообще симпатично. Сейчас волосы собрала, потому что у нас жарковато. Хочу пойти. Вот, так что. Ну, плюс сейчас дела надо по дому переделать. Вот, так что. Класс. Я довольна просто как слон. Просто, девочки. Ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе. Не знаю, есть ли еще эта сумка в наличии. Но она как-то пропадала. Вот. Но мне она безумно понравилась. Вообще классно. У нас, как я уже говорила, в Питере был такой прям момент, когда каждый день был дождь. И он, конечно, не прошел бесследно. Вот что случилось с цветами. Это флоксы. Они только-только начали распускаться. Они очень красивые. У нас такой прям около колодца. Такие заросли, я бы сказала, из флоксов разного цвета. Мне нравятся вот эти вот они такие. Вечером еще такие синие, такие прям фиолетовые становятся. Вот. Очень классные, красивые. Но сейчас пока обещают временное такое потепление. У нас надо будет все пропалывать, опрыскивать. Потому что, ну, появляется вот этот грибок, по-моему, да, называется. Он практически на всех растениях у нас. Ну, посмотрите, красиво, да. Надо обрезать вот это все. Все вот это вот гнили, скажем так, все. И еще здесь вот этот лилейник, по-моему, называется. Я как-то его уже показывала, по-моему, в прошлом году. Тоже очень красивый. Но тоже вот бутоны, не раскрывшиеся, просто начинают, ну, гнить, да. И, конечно же, мои розы, естественно, они в такую погоду очень сильно страдают. Покрывается вот это, я забыла тоже, как это называется, вот это вот заболевание, когда листья покрываются пятнами, потом желтеют, опадают, и куст очень сильно ослабевает. Вот такой истории. Но у меня прямо книют вот на розах бутоны, не раскрывшиеся, какие-то распускаются, какие-то нет. В общем, все буду это обрезать и приводить их в порядок, опрыскивать, естественно, потому что, ну, иначе кусты, кусты в зиму идут больными, такое не нужно. Вот видите, бутон не раскрылся и сгнил, просто сгнил. Ужас. Вот минус дождей заключается именно в том, что вот всегда после такого, я не знаю, сезона дождей, можно это даже так назвать, потом такие цветочные потери. Видите, все листья тоже такие, как ржавчина, это, по-моему, ржавчина называется. Я и не помню, честно, это какой-то грибок. В общем, у меня есть средства, я буду опрыскивать сейчас, пока нет дождей, восстанавливать. Вот видите, тоже бутон, просто он изнутри гниет. Вот, буду все это, надо будет их все посрезать, чтобы кустики начали восстанавливаться. Еще плюс мучнистая роса, естественно, сразу же после такого побила все мои розы. Тоже все это надо проводить опрыскиванием несколько раз. Ну, вот видите, листья какие у них, от мучнистой росы тоже. Так что вот такие вот без потери не приходится. Но все равно распускаются потихонечку розы. Они у меня еще раз будут потом ближе к сентябрю свистим. Ну, конечно же, больше кому все равно. Это питуньям, мне кажется, им вообще все равно какая погода, жара, не жара. Главное их поливать, подкармливать. Вот такой вот у меня кустик растет, очень мне нравятся. Желтенькие такие, прям вообще, когда мало солнышка, очень радуют эти цветочки. Вот здесь тоже у меня, внизу, которые были, они как-то приостановились, пока дожди. И вот здесь вот так вот разросся тоже желтенькая питунья моя. И гладиолосы начали у меня распускаться, гладиолосы рановато. Я в этом году их углубляла, начитавшись в интернете, что надо побольше их углубить в землю, тогда они попозже зацветут. А я как раз же их сажаю к первому сентября, поэтому для меня это очень важно. А на ужин я сегодня буду готовить голубцы. Мне моя сестричка привезла вот такую капусту, она вырастила ее у себя в городе. Смотрите, какой огромный качан. Она, кстати, обещала эту капусту моему старшему сыну. Он у меня очень любит салат капуста с морковкой или, ну вот этот, витаминный, да, он по-другому называется. Или капуста, помидоры, огурцы, горошек, яичко. Вот такой салат он любит. Он, кстати, и просто у меня любит капусту погрызть. Ну а я сейчас сниму вот эти вот верхние листочки немножко и сделаю небольшую такую плошечку нам на ужин голубцов. Вот зажарочка я делаю в духовке. Очень, кстати, мои домашние любят у меня голубцы. Наверное, многие любят голубцы. Вот, листики очень хорошо отходят. Капусточка молодая. И чтобы не варить целый качан, я вот прям сырые буду снимать. Я уже так однажды делала, потому что мне жалко отваривать целый качан. Потом не знаешь, куда все это деть. Вот, и я снимаю сырые. Они очень хорошо, кстати, снимаются. Ну так немножко рухутся бывает, но листья вот эти небольшие. И поэтому на то, чтобы завернуть голубцы, хватает. Ну, голубцы обычно делаю фарш. У меня домашний фарш вместе с рисом. Рис я предварительно слегка обтвариваю. Так что вот такие вот у меня получились голубцы. Ну, на сегодня, девочки, я буду с вами прощаться. Ужин у нас вот такой будет аппетитный. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Ссылочки все я вам оставила внизу в инфобоксе. Всем, всех люблю, целую и до новых встреч.